Танк Т-90 Все эти Абрамсы, Шмабрамсы, Меркавы эти там, Черные Пантеры, что они такие? Вообще ничто. Наш танк не имеет аналогов в мире по версии абсолютно всех программ отечественного разлива. Кстати, заметил, что когда в очередной передачке употребляют этот мимоз, типа не имеет аналогов, забывают упомянуть, что танки абсолютно любой страны, которая занимается производством вооружения, они по-своему все уникальны, и у каждого есть какие-то свои фишки, но вот именно наш танк не имеет аналогов. Что там этот Абрамс со своей сраной урановой броней? Да, что там урановая броня? Да, сплошь и рядом. А вот у нас танк аналогов не имеет. Просто вот не имеет аналогов, это наш мем. И отвалите. На этом все. Давайте послушаем, что говорит про танк Т-90. Программа «Военная тайна». Тот самый выпуск, который я смотрел еще хрен знает сколько лет назад, я вот специально его отрыл. Лобовую броню Т-90 во время испытаний обстреливали новейшими подкалиберными кумулятивными снарядами, равными по эффективности самым современным снарядом 120-мм пушки «Эбрамса». С расстояния 200 метров по танку было выпущено 6 снарядов. После этого машина своим кодом прибыла на смотровую площадку. Затем без проведения ремонта борт Т-90 подставили под удар усовершенствованных гранатометов. Результат тот же. Броня не пробита. Повреждены только бортовые защитные экраны. Мне вот особенно нравится про борта и усовершенствованные гранатометы, которые их не пробили. Видимо, благодаря вот этим вот уникальным резиночкам, не имеющим аналогов. Вообще, мне кажется, если пиздеть, так по-крупному надо было сказать, что еще и с КВ-2 фугасом 90-му по жопе пару раз выстрелили, и ничего ваншота не случилось. Собственно, доказательством того, что такие испытания вообще проводились, служит радость, что статья из Википедии. Ни фотографии, ни видео, ничего подобного. Кстати, в этой статье пошли дальше, и сейчас я зачитаю даже, что там пишут. 20 октября 1999 года были проведены обширные испытания защиты танков Т-80У и Т-90 от различных типов угроз. Испытания включали в себя обстрелы с ручных гранатометов РПГ-29, РПГ-7 и РПГ-26, а также нескольких видов ПТРК, Малютка-2, Метис-М, Конкурс, Корнет. Танки также подверглись обстрелу БОПСами 3БМ-42, выпущенными из танка Т-80 с дистанции 1,5 км. Обстрел производился в лобовую, а также в бортовую и кормовую проекцию танков, защищенных ВДЗ Контакт-5. И лишенных ее, то есть даже без этой динамической защиты стреляли один хрен, все нормально. В ходе испытания, кстати, провели попутно кастинг, оказалось, что РПГ-29 самое збысоффективное средство поражения среди использованных. Что странно, ведь танки не были поражены, однако РПГ-29, видимо, поцарапал броню сильнее всех. Практическое исследование подтвердило высокий уровень защиты Т-90 против указанных выше противотанковых средств. Необходимо понимать, что пробитие брони выстрелом РПГ-29 было достигнуто, а все-таки пробило, по ранее обстреливаемой бронеконструкции, состоящей из различных материалов. А, ну тупо проковыряли, короче, дырку, там уже 25-й выстрел шел, наверное, третий час испытаний. В течение десятилетия считается, что уже поврежденная броня обладает меньшей способностью к защите и далеко не только в районе попадания. При обстреле Абрамс прямо указывалось на такой ослабляющий эффект. Причем тут Абрамс Т-90 доказал способность при многократном обстреле сохранять близкие максимальные... Кстати, теперь понятно, да, откуда здоровье у танков в играх. Т-90 доказал способность при многократном обстреле сохранять близкие максимальные значения защиты и сохранения всей системы. Система управления огнем и двигатели работали после обстрела, как и все остальное, включая практических стрельбах до шести выстрелов с дистанцией 200 метров, ну и так далее и тому подобное. Естественно, конкретно прихуев от такой информации и уверовав в неуязвимость этой машины, я кинулся ее проверять. И, естественно, в игре, которая сделана подлыми американцами, которые не в курсе этих тестов, проведенных нашей страной, доказывающих имбовость этой машины, танк пробивается в нижний лист, танк пробивается в район оптики мехвода в люк, танк пробивается в люк на башне, но, впрочем, вот в люк на башне вроде как уже не с полным дамагом. Естественно, классика этой игры абсолютно вафельные и картонные борта. То есть, по сути, в этой ветке, опять-таки, ничего нового в плане бронирования техники не произошло. Все те же самые уязвимые места, ни одно из них не исправлено. Все тот же УВН классический, галимый, все та же высокая альфа и пробитие, хреновая точность и долгое сведение. Оборудование, естественно, ставил на сведение, потому что это советский танк, если не ставить, в смысле, блин, российский танк, если не ставить оборудование на сведение, то пока он будет наводиться на цель, можно будет газету прочитать. В итоге у меня получилось время прицеливания 2,16 секунд, я думаю, что можно и быстрее, просто у меня оборудование не топовое стоит, я нищенствую, не могу поставить третьего левела, а тут у меня третьего вообще нет. Вот, посадил Воропаева, кстати, его нужно нерфить, слишком имбовый командир танка, и, собственно, скиллы на экипаже тоже присутствуют, вот, так что получилась вот такая стата. Кстати, не так давно, в одном документальном фильме, и вроде бы даже про Армату, лично Дмитрий Олегович Рогозин сказал, что для танка есть только одно испытание, это реальный бой. 90-й, согласно Википедии, таких испытаний не проходил. Однако, опять-таки, по информации научного редактора отдела по связям с общественностью ОАО, научная производственная корпорация, Уральский вагоностроительный завод, Ф.Э. Держинского, кандидат исторических наук, С.В. Устьянцева, ведущего конструктора ОАО, Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Д.Г. Калмакова, Сразу хочу заметить, что обилие фамилий в этих трех строчках не позволяет установить автора этой информации, собственно, первоисточник. В общем, в 95-м году несколько Т-90 участвовали в боевых действиях в Чечне, и оказались неуязвимыми для противотанковых средств боевиков. Опять же, пруфов никаких, и, видимо, потому что это предпочли скрыть, дабы весь мир не знал о том, какой наш танк имбовый, что он там тащит чеченские воины в 5 единиц неуязвимых для их гранатометов. Однако, вот, несколькими параграфами выше описаны имбовые испытания. Я вот не понимаю, но, в принципе, можете сами на свой вкус оценивать уровень достоверности информации об этом танке, предоставляемых в Википедии и отечественными передачками. Я предлагаю, короче, не заострять на этом внимании и перейти к испытаниям игрой Armored Warfare. Ну вот, произошло то, о чем я говорил. Случился главный минус танка Т-90, он попадает туда, куда попадает. Он попадает к МС-кам, Крабам, Драконам и вообще, именно к девятым левелам, против которых он бесполезен практически, ну, как и любой, собственно, танк восьмого уровня. Только борта, только задница и то со второго раза, потому что на девятках там висят эти защиты грёбаные. Вот, я специально вкачал ПТУР, да, не писал видео, пока у меня хотя бы один ПТУР не появится, хотя я ими не пользуюсь, да, но я и до этого из танка ПТУРами не стрелял, а уж на девятом левеле, когда на каждом танке появляется активная защита анти-ПТУРная, это выглядело бы вообще странно. Так, ну вот я вижу, что БМП и Драка на этом фланге сейчас будут, это единственный мой шанс, наверное, кому-то... Это второй шанс после вот этого кому-то кинуть, хотя... Активирован навык командира, это значит, что произошло попадание с полным дамагом, да? Это значит, что даже два попадания произошло. Вот чувак классно ездит. Дамаг! Ну, как я уже говорил, основная суть накидывания дамага, это найти на поле боя человека, который вообще в пространстве не ориентируется, да? Играет хуже, чем ты, а после чего ты наваливаешь ему дамага как можно больше, говоришь, а танк-то гнота, гаднище годное. Нет пробития, зато есть повреждение бензобака, ну я не знаю. МС-ку как, смотрите, как толпой погнали, погнали наши городские в сторону деревни, ёплит, отлично. Вот, просто постоял на дороге, пострелял в правильном месте, 2000 дамага уже себе в копилку накинул. В плане дамага, ну, к советским танкам никаких претензий, в принципе, никогда и не было. Дамаг, да, альфа есть, да, отлично. Там видел видос от человека, который говорит, а я фугасы... Ой, я... Кумулятивы-то я на 90-м не вожу, а нахрена, они же бесполезны. Ну, чуваки, смотрите сами, если в тыл зайдёте кому-то, да? Выстрел кумулятивом в задницу, любому танку, это косарь дамага. Примерно там, потому что вылетит крит сразу автоматически, за выстрел в жопу из такой пушки. Вот. Дамаг снаряда умножить-умножить, и в итоге, ну, тысяча. Около 1900, там что-то 970. Ну, я вот пару раз так делал. По-моему, ради этого пару кумулятивных снарядов всё-таки возить стоит. А, Леопард получает в борт. Борта, вот я о чём говорю постоянно, что на 9-м левеле играть неинтересно, из-за того, что лоб непробиваемый, а борта, ну, слишком фольга. Блин, как ему повезло сейчас, а? Это он в меня выцеливает, я вижу. Я чувствую это в земле. Я чувствую это в воде. Сука, вот уже и в воздухе чем-то запахло. На базе быдло на БМП. Как он понял, что они быдло, они что там, семечки жуют, что ли? Тут какой-то новый фетиш пошёл, всех быдлом называть, что ли. О! Отлично. Эмэска заняла оборону нашей базы, нашего респа. Ну, они, конечно, перевалились уже все, но чё. Они все повернули сюда лбом, лбами. Теперь смысл имеет только фугас. И то не попадает из-за своей какой-то крайне баллистической траектории, да? Ладно, скорость у снарядов разная, но неужели фугас так навесом должен... О, а осколочно фугасный, нет урона. Ну, это как бы намекает. Я вообще думал, что фугас без пробития хоть куда должен наносить дамаг. Но, видимо, только не по Абрамсам. А у Абрамса там ничего даже не торчит такого. Вообще, бля, бред. Так, всё, Абрамса нейтрализовали. Ой, АМС к ТБ Артом стояла. И нифига себе, она в Бор 435 фугасом получила. Ой. Лопнул, как воздушный шарик, только что ещё один. 90-й на глазах. Ну, обилие 90-х, честно, у меня вызывает уже откровенное раздражение. Слишком... Слишком наплыв этих машин. Повреждение узла. Ёп твою медь. А ну-ка сейчас ему в затылок под башню фугасом. Ну и что это за урон? Скажите мне, что это такое? 249. Я постою тут с вашего разрешения, Сир. Спасибо, что посмотрел мне в глаза перед смертью. Было бы неловко стрелять тебе в спину, бро. Так, а давайте я попробую коммунитив в очко подгнать этому МС. Поглядим, что будет. А, хрен там, его сейчас просто изнасилую здесь. Да. Вот если бы у нас не было счёта 8-0, я тянул команду и спасли. Ну, в принципе... Ну, 5 косарей, да. А, для осторожной игры... Я, в принципе, чего ещё... Оу. Я в этот раз просто сначала решил записать бои, а потом уже записать превью в ангаре, да, потому что в виде эксперимента. И хочу заметить, что у меня, в принципе... Сейчас я покажу средний дамаг, да, на этом танке. Я не буду это делать в превью. 5500 урона, да, там же один ещё скрытый выстрел прошёл. Вот, чуть меньше... На один выстрел меньше набил, чем 90 МС. И в итоге нашкалял ещё больше, чем многие игроки на девятках, в том числе и на МСках. Вот, особенно вот эти вот люди на МС, которые вообще ничего не набили. ПВЕ, офигенный режим. Без лох, советуют его нерфить. Мудак, потому что ПВЕ это классный режим. ПВЕ никого не мешает. Раки в рандоме от ПВЕ не зависят, ёптать. Ну вот, средний дамаг на танке 2500. Но, 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 во-первых, я постоянно воюю против 90-х МС, да, а там, ну, не всегда, скажем так, получается удачно по ним накидывать. Очень часто ты встречаешься с ними лоб в лоб, и тебя просто чпокин-чпокин. А во-вторых, что я ещё сделал, какой вывод? Дело в том, что постоянно на новый уровень, да, у меня переходит первым делом советская техника. То есть первая семёрка это Т-80, первая шестёрка Т-72. И именно на этой технике я учу зоны пробоя у всех остальных танков, а они, как правило, меняются, они новые. То есть когда я играл на Т-80 и говорил, какое Т-80 говнище, ещё тогда никто знать не знал, что челленджер поджигается в фары, да, что леопард там пробивается под этот, под маску орудия там, то есть... И это всё сказывается, это всё сказывается на среднем дамаге, и возможно, что советская техника не такое говно, её надо просто переосмыслить после того, как ты на новом левеле освоишься. То есть, возможно, дело в этом. А возможно, всё-таки просто советская техника говно. Такой вариант я тоже не исключаю. Ну вот, в общем-то, хороший бой. Все на восьмёрках. Но даже среди восьмёрках, как я уже, наверное, показал, Ариета выбивается, да, и она единственная в этом бою, это хорошо. А что плохо, так это карта. Потому что УВН у советского танка, как у российского, вернее, блин, я уже привык, что в танках танки могут быть только советские. Вот что значит, 5 лет картохи или сколько там... Сколько там она уже существует. Вот. УВН здесь стандартный на танке классический, играть нормально на таких картах он не даёт. Поэтому все девяносики, естественно, едут... Куда они сейчас едут? Они едут на завод. Не работать, а воевать. Потому что только там есть такое более-менее прямое место на этой карте, где прямой наводкой, в смысле, ну, на прямой видимости, на плоскости можно друг по другу нормально на этом танке стрелять, а не пытаться как-то тут... пристроиться, как-то сказать, пристроить свою жопу между этими барханами, чтобы и ствол опустить, и снаряд не выхватить. То есть вот именно на советских танках играть от башни, по-моему, это... Я не знаю. Это всё равно, что учить... Учить Камасутру какую-то там... Раньше, помню, были такие... На оборотах журнальчиков всяких панорам там и прочего... Этого... И прочие макулатуры. Ну, ещё, естественно, лет 10 назад, не больше. Там вот эта страница, где заказ рингтонов себе, всяких картинок, ещё какого-то говна. И вот там для кого-то ввели сервис, что ты набираешь там вот этот номер, тебе присылают позу из Камасутры. Картинку убогую какую-то там нарисованную. Ну, схематично, скажем так, и описание. Вот вообще... Это были нулевые, все зарабатывали как могли. Кого-то сделал миллиардером один только саундтрек из бригады. Рингтон. Ладно, о чём это я? У нас, собственно, танки. Я, честно говоря, никогда сюда не ездил. Вот на это место, куда я сейчас прикатил. Вот видите, да, что Леопард делает? Вот Леопард может так делать. Девяностик так сделать не сможет. Вот, поэтому я считаю, что надо советским танкам НЛД тоже зашивать, потому что... Завафлённого УВНа с этих танков вполне достаточно. Арты на восьмом левеле почему-то... А нет, у них просто одна уже умерла, я просто... Смотрю, что одну только вижу. Думал, что странно, арта в очереди стоит, а в команду одну только кидает. О, кого-то там растерзали. Ладно, понятно, мы, походу, здесь в лихой атаке играем. Поэтому можно особо не тупить. Это просто игра, не радуйтесь так. Блин. Отсюда, я смотрю, хрен уедешь. Вот что значит, никогда здесь не стоял. О, в натуре тут балкон с одним заездом, как удобно. И вот я, собственно, вижу, что с Ариетой сейчас лоб в лоб и придётся столкнуться. Встреться со своими страхами лицом к лицу, ё-моё. Откуда цитата? Mortal Kombat, по-моему, да? Просто посмотрите на ошибки у БТ, как стоять в режиме ПТ, и всё поймёте. Ну да, как-то хотел. Из какой игры все пришли? О! О-а-а! Не успел снаряд долететь. Тот быстрее башню повернул. И скрылся. Хорошо. Я понимаю, что мы на этом фланге доминируем. Кстати, динамика у Т-90 мне нравится даже больше, чем у Т-80. Это странно, но танк у меня такое ощущение, что он быстрее набирает скорость. Хоть и не газотурб... ГАЗО ТУРБИННЫЙ! Кто-то в комментах написал, что типа газотурбинный не обязательно, не значит, что он быстрее дизельного. По-моему, одно слово турбинный уже как бы о многом должно говорить. Не турбированный, правда, но всё-таки. Вы где-нибудь видели вообще это? Прям вот гоночную машину на дизеле. Так, Ариета к нам жопой? Ариета к нам бортом. Тоже сгодится. Так. Хотя, с другой стороны, на газу гоночную машину тоже, наверное, мало кто видел. Хотя, честно, не разбираюсь. Вообще, мои познания в этом плане основываются на программе «Военная тайна». А мы знаем, что это истина в наипоследнейшей инстанции. То есть, все эксперты с мировым именем, которые хоть что-то понимают в вооружении, работают именно на эту программу. Ай, арту забрали. Ну, рикошет по жопе Абрамса, это верх наглости, я считаю. Блядь, а чё меня-то? Тебе, то есть, БМП-хо уже неинтересно, да? О, нет, всё-таки решил, что не мешало бы её. А говорят, в люк Абрамса с полным дамагом. За командирский прицел ответишь, гад. Так, понятно, там добирают. Ну, это бой такой, что-то, я не знаю, мы их снесли, как это... Как там в Маугле эти? Жёлтые собаки. Все звери объединяются, когда приходят или рыжие собаки. Так, там он... О, челик. Тут даже пара семёрок затесалась отчаянных. О! Жаль, я не на кумулятиве, конечно, вот сейчас оказался. А теперь он уже развернётся. Я всё мечтаю показать косарь дамага. О, чё-то он ствол задрал. А-а! Ракета дружба. Сволочь какая, а? Ты посмотри. Интересно, он раньше починится или я раньше заряжусь? Опять командирский прицел. Вот дебильный танк Т-90, пишет кто-то. А чем он дебильный-то? Он такой же, как и вся ветка, он вообще из неё. Да, я стою немножко бортом, я за это получил плюху, но уже конец боя это ни на что не влияет. Ну, две тысячи дамагов, что успел, то успел. Да, команда у них, конечно, вообще каличная. Снова это замечательная карта. Просто радости моей нет предела. Кстати, вот в таких случаях, как предыдущий бой, сказывается, на самом деле, нехватка Алинимера. Потому что, ну, когда Алинимер стоит, да, как в танчиках, заранее можно предугадать развитие боя. То есть, будет сейчас твоя команда разрывать врага, или будет сидеть в анальной обороне и огребать. То есть, стоит играть от дефа и осторожно, или стоит щемиться вперёд и наносить дамаг и фраги, да, чтобы вывести профит из боя. А Алинимера, когда нет, это предугадать невозможно. И в итоге вот случаются бои, когда ты заканчиваешь бой фуловым, но ничего не настреляв. А случаются такие бои, когда вот ты мог бы затащить бой, если бы до этого ты не гнался за плюхами, за фрагами, и, собственно, не огребал ненужный дамаг. Вот согласитесь, пользователи картофельного Алинимера, да, что вот это неоспоримая польза, так скажем, вот этой программы. Кто бы что о ней не говорил, но на самом деле, если знать, как ей пользоваться, то есть, пользу она свою приносит. То есть, это не только... Она существует не только для того, чтобы унижать рачье там какое-то, да, увидеть человека с 30% винрейта и говорить ему, какой он говно, и что ты там о нем думаешь. Хотя, в принципе, это тоже имеет свой терапевтический, терапевтическо-профилактический эффект. Ченниджер седьмого левела решил потанковать от фары, что очень мудро. Я так понимаю, что завод мы уже рашнули, да, и ображка там уже, хоть и Half-Life, что называется, но уже прорвался. Сильный, резкий, Абрамс дерзкий. Так, сейчас попытаюсь, наверное, в пердак накидать... Не, сейчас, наверное, ПТУРы полетят слева, если они соизволили занять... Не, даже не светит никто. Вот сейчас-то точно полетят. И тут классика, начинаешь жопой пялиться и натыкаешься на какие-нибудь камни, на какое-нибудь говно. Мне кажется, что челенджеры Абрамс нахватали именно в борт оттуда. Ну, опять, хотя счет не в нашу пользу, но мне кажется, что мы их... А, ну, правильно, мы второй фланг-то бросили. Я думаю, что сейчас надо резко зачистить вот это место и ехать назад защищать базу. Вот смотрите, как Т-90 сейчас в горочку хорошо зашел. Смотрите, как Ириете снаряд в жопу хорошо зашел. Не правда ли неплохо? Я просто хочу перевалиться сейчас как можно быстрее. Вот. Теперь по мне кидать будет им сложновато, я думаю. Упираю... А, нет, все равно кидают, посмотри. Еще и двигло сломали. Сука, падла, как он успел на пятачке развернуться и подставить мне нос? Ну, в принципе, полторы тысячи дамага уже есть, надо еще столько же накидать. Да ебаный ты нахер, а! Ну, что вот за политика, блядь, спрятать за кустами камень, а? Ну, нахуй это надо? Вот это бесит еще со времен картохи. Серьезно, блядь. Только разгонишься там через какие-нибудь кусты проехать. На тебе, блядь, в этом патче здесь стоит камушек, сучка. Так, нам навстречу едет Арьета. Арьета куда-то рассосалась внезапно. Опа. Арьета внезапно появилась! Ну, я один ее, конечно, разбирать. Ты готов. Я один ее и не разберу даже. Нахрен надо. Я думаю, что надо валить отсюда, немножко надо сваливать, потому что это фуфлыжная позиция. С одной стороны Арьета, с другой стороны 90-й. Все-таки какой кайф, когда в игре есть дымы, блядь. Вот, вот, честно сказать, поначалу я был крайне негативным настроен к этой игре, но по-моему, первому видео было понятно, да? Я думал, что картоха номер два. Те же яйца только на современных танках, но дымы спасли ситуацию. Я просто начал играть активно, их используя, да? Спасая свою жопу в тех ситуациях, в которых в картохе я бы слился. И понял, что вот, эта игра позволяет мне позволяет мне быть дерзким и в экстремальных ситуациях спасать свою задницу. Я понял, что да. Надо играть, надо пилить, надо запиливать видосы по этой игре. Что она пойдет... Ай, как далеко. Да, издалека 90-е испытывают определенные проблемы. Нет, это я испытываю определенные проблемы с тем, чтобы пробивать. Но они там, конечно, хорошо встали. Один за трупом, второй на горочке. Поэтому я не вижу смысла с ними перестреливаться. И просто разворачиваюсь и еду куда-нибудь еще, где можно приложить свои силы, например, помочь разобрать леопарда. Ариета его сейчас просто сама сожрет. Лоб в лоб у леопарда, мне кажется, шансов против Ариеты маловато будет. Хотя, смотря, что за игроки сидят. Ариета что-то сытого танкануть, что для меня сейчас вообще немножко диковато. По-моему, вот уж на чем-на чем. Ну, у него, в принципе, хелсов. Но он решил меня подождать, и это тоже мудро. Потому что... Потому что... Охуеть! Вот вам, блядь, и танковый биатлон. И пиздец, блядь! И пока эта ебаная корыта заряжалась, нахуй! Леопард просто съебал. Я ебул! Вот, блядь, ситуация! Просто ебаная комедия. В упор танк промахнулся, блядь. Охуенно, блядь. Просто потрясающе. Это просто, блядь, невозможно было промахнуться, блядь. Но мой экипаж танка это сделал. Я ебул! Я просто в шоке, нахуй, со стрельбы на ходу из советского танка. Это, мне кажется, что... В один прекрасный момент просто танк начнет попадать по себе, блядь. Сам в себя начнет стрелять. А стрельба на ходу это одна из моих, в общем-то, любимых вещей в этих играх, потому что это всегда зрелищно, это эффектно, это круто. Но именно в этой игре со стрельбой на ходу происходит какая-то необъяснимая борода. Стабильная, причем, борода. Блядь, зря кумулятив заряжал. О, 90-го. И во все щели, и во все дыры. Он здесь-то встал, в принципе, нормально. Да, заебись, я потратил последний свой бобсик. Молодец, челлендж. Хитс, кстати. Странно, что он по мне не стреляет. Самое время казалось бы, чувак. Да не, я угораю. Мне кажется, хитсы уже забыли все свои обиды. У них еще арта жива, между прочим. Ну что? Куда я могу его пробить шприцом? Никуда. Надо птуром попробовать жахнуть. Может быть, настал час птура, и он пригодится мне наконец-таки. Но что-то я сомневаюсь. Так, 3-2, все. Это уже пахнет победой. Надо только чуть-чуть, немножко более дерзко зажать леопарда. Леопарды говорят, птурами в башню вообще идеально прыгать. А, казы, блядь, конечно, казы же стоят. Но, может быть, у него каз. Каз уже сломан. Да, хотя нахер нет, я не буду рисковать. Жопу. У леопарда казы с прошлого левела, причем на танке должны быть. В смысле, что они уже... Пиздец без урона фугасом в борт. Че-то в этом бою игра... И мимо. Блядь, в этом бою игра не хочет, чтобы я нагибал. Это какой-то, блядь, заговор на самом деле. Да пошел ты нахер, блядь, чувак. Выгреб все-таки Чапаев. Так, ну что, это два челленджера, кстати, остались. Две семерки. Вот две семерки сделали бой. Один из них из Хитса, кстати. Редко вижу, что чуваки из Хитса хорошо играют, но этот прям красавчик. Вот вам, пожалуйста, яркий пример того, что когда попадаете в бой ниже всех по уровню, и, казалось бы, вы в нем печенька и просто халявный фраг, все равно, собрав... Как это, нервы зажав в узду, или как это там, блядь, говорилось-то, короче. Вот, перестав ныть, просто начав играть более осторожно и вдумчиво, можно сделать бой. Вот, один из примеров. Сука, медленная. Да. Я вижу, что тебе фрага не хватает, но мы же не будем тебя ждать. Это может кончиться ничьей. Это может кончиться ничьей, потому что арта может высветить базу. В картохе бы он сейчас начал писать воина. Вот, смотрите, кумулятивное попадание 918. Ну, ну, серьезно, ну, челик, ты будешь долго ехать. Ну, время, в принципе, есть. Я никогда не жадничал, если чувак воина засушит. Тем более на челленджеры. Хотя, может, он крысил, я даже скажу, что он, скорее всего, крысил. Вот. Не то, что я на видео такой правильный, я всегда так делаю в картохе и везде. Если человек заслуживает, то заслуживает уж. А уж тем более, что здесь, вот, на седьмом левеле против восьмерок, я ему вообще активно респектую. Попутно, собственно, подведу итоги. Хочу сказать, что на этом танке, в принципе, играть можно, но очень осторожно, потому что брони у него по-прежнему нет. С машинами своего уровня он, в принципе, может соперничать со всеми, кроме, наверное, пожалуй, что Ариеты, которые вообще на этом левеле им будут. А главная проблема этого танка это в том, что он попадает очень часто, слишком часто он попадает к девяткам. То есть, вот, каждый второй бой полкоманды из 90-х МС, а там делать, ну, практически нечего. Ну, и вот, собственно, пожиная плоды, разведчик, я в этом бою только разведчик, но при этом 5700, 5700 накидал, наконец-то попал в топ по дамагу. Вот, челик, который 5 фрагов набрал, 3,5, но он семерка, для него это вообще отлично, тем более на челленджеры пробой, тем более челленджер, он, в принципе, уныл, он отлично горит. Для восьмерок он, в принципе, пробиваем, мне кажется, нормально должен быть. Вот, и что еще, собственно, показываю, да, еще раз, что бои были, они шли подряд, шли так, как шли. Ну, а в самом заключении хотел бы вам показать итоги одного боя на танке Ариета. Так, для сравнения с 90-тиком. Ну, вот, мы видим здесь золотую медаль, медаль разведчика, да, довольно необычно, в принципе, для танка, но я привык, значит, разведанные 6600, что доказывает, что я лес, нарожен просто, лес вперед. Да, в бою были семерки, поэтому я накидал так много дамага, но дело даже не в этом, 6000 отраженного дамага за бой, я здесь немного не показал, но помню. Ариета у меня стоковая, она в этом бою была, ну, вот, снаряды одни единственные прокачал, она была вообще стоковая, что смешнее всего, это был вообще самый первый бой на Ариете. И она просто сразу же заимбовала и затащила, без установленной защиты, без всего, ее просто не пробивают в лоб. Так что, Т-ветка опять не нагибает. Пишите, жмите.